привет а сами газ медузы светящийся куда-то пропали на все еще сома все еще вы все еще я то он что торчит так что надо забирать new нет new забирать чего-то не надо вероятно того что мы сюда вернемся после того как починим что-либо но на месте главного главный герой об этом знать не может было бы логично не него этот забрать этот приборчик должен но мы почти приехали блядь а что тогда осесть на 1 ну блядь вообще какая хуй разница стою я сижу я о моник треснул я а это зон транслирует все у главного героя все плывет все трещит глубина 3 километра насколько я вижу это а давление чё сейчас главный герой сдохнет и конец игры на и угадал о ёб твою мать догнала все-таки чубака пропаганная какие у него сусала неприятные ты смог ты смог он то есть меня преследовал что ли все это время это наверно есть этот не у наверно а может это вирус какой-то мы продолжаем спускаться сколько там 5 километров глубина до 15 метров в секунду спускаемся нас метров в секунду это вроде как быстро о конец мы приехали копия 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 этой бабы может быть где-то здесь я не ослышался так ну тут тоже все собственно проросло этими кибер щупальцами походу что эта хрень просто разрастается в абсолютно любой среде это вода не вода суша пофигу она везде просто растет понятно но почему тут так много всегда бля этих записей вот просто вот дохера их сбор образцов медосмотры все сделано эвакуация станции тауни выполнена доставка ковчега на станцию фи николай ивашкин подпись алан волдык удалено на станции фи значит ковчег даст доставлен значит там опять на ржавых петлях ничего не крутится что тут очень очень херово видно все 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 размыто расплылось как я понимаю при эвакуации часть своих сотрудников на других станциях станциях они бросили бросили людские копии интересные или уже роботизированы это какой-то холодильник видимо я так и не врубился на хрена было строить станцию в этой долбаной бездне чтобы отсюда пушкой стрелять там в космос ковчегами такая а старт видимо осуществляется под под давлением что ли на глубине или что логики немножко не улавливаю опасность активность сильные торренты respected торрентом уважуха все нормально с ней будет что здесь написано видимо какой-то тиктони тиктонический сдвиг или еще что то кто-то кстати протер монитор обратите внимание что ты именно в центре монитор вытерт он весь грязный а то что надо видеть оно протерто как будто рукой кто-то правил может тут кто-то совсем недавно уже ходил а предыдущий предыдущий счастливый обладатель костюма что 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 подожди что не очку я сто раз так делал саранг так хорошо Проклятый метеоризм. Понятно, на них напало что-то, что не подплывает на свет. Это похоже на черную дыру с ридиком, ой, с винным дизелем. Там тоже, если вспомните, были существа, которые боялись света. Что ж, я надеюсь, что пробки-то здесь не выбьет хоть. Перебыв со светом. Надеюсь, что нету. Очень интересно, что же боится света на глубине, если на глубине даже есть рыба, которая светит фонариком, привлекая к себе внимание других рыб, которые становятся ее жертвами из-за любопытства. То есть они видят... Ёб твою мать. О-о-о! Очередная вариация на тему ожившего говна. На это расплавучая какашка. Я не знаю, почему робот боится света. Это тупо. Вот это тупо. Рывок, 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 рывочек, чек, чек, чек. Блю. Летс. Тау. Ред. Ту. Климбер. Ага. Это как вешки болотные. Такой вид указателей. На голубые лампочки идешь, на Тау попадешь. На красные пиздуешь, в Климбер примандуешь. Это открывается. Открывается, но света там нету. Непорядок, непорядок. Это что такое? Труп осьминога, что ли, какого-то? Опись. Светящаяся искусственная приманка Анима. 120 штук. Отражающая искусственная приманка Анима. 80 штук. Сушеный кальмар 0 килограмм. Рыбные хлопья 0. Мелкая мороженая рыба 0. Жрачки, короче, не пришло. Пустой, пустой, пустой контейнер для живых приманок. Журнал. Заданий. Приманка. Сушеный кальмар 1 килограмм 60 штук. Результаты. Цель. Площеносная акула 150 сантиметров. Полутораметровая акула. Это что-то акула-карлик какой-то. Я не знаю. Катран, наверное. Одна из редких акул приблизилась к втящейся приманке, обошла приманку кругом и съела сушеного кальмара. Вряд ли она часто плавает на такой глубине. Это аномалия. Завтра приплывет, видимо, за пивом после сушника. Там еще вот нарисованы они. Вот акула. Очень херово видно. Даже мне после рендера будет вообще скорее всего не видно. Вот здесь какой-то осьминог. Приманка. КЖП. Синий марлин 42 килограмма. Синий марлин это рыба-меч, насколько я знаю. Отлов вроде как запрещен. А тут как приманку синего марлина. Засунуть цель гигантский кальмар. 120 сантиметров. Вот, это уже серьезные размеры. Мантия размером с человека 170-200 сантиметров. Примерная длина особей 10-12 метров. Разорвал марлина на части стремительной атакой быстро уплыл, как только мы включили свет. Очевидно, что перед нами еще одна особь, на которую оказал влияние утекший структурный гель. Частично покрытый чешуёй, через мантию пробивается невосформированная костная структура. Глассер. А, вот эта рыба, которая светом приманивает. Наблюдение 188. Использовалась приманка КЖП. 15 штук. Сипонема 20 штук. Оипонема камеры. Светочувствительность. Результаты. Цель неизвестная 40 сантиметров. Вписание существа, обезображенные гелем, крайне агрессивные, нападают на все вокруг. По-прежнему трудно определить, как Нио повлияло на их поведение, если не считать заметной агрессии и тяги к свету. Кажется, эти существа охотятся за чем-то отсутствующим в этой экосистеме. А вот эти твари, значит, на свет, наоборот, плывут. Не кажется ли на экране что-то написано? Пальцами. Пункт 1. Пункт 2. Кальмар. Я чуть нихера не понимаю, что это значит. Что за график-то? Эррор. Чего я его знает, что это, блядь, как-то понимать. Мне типа что, туда идти, в темноту что? Они охренели, наверное, я не знаю. Нам бы глоустик хоть подобрать. Так, пока нормально все. Я чуть нихера не урубаюсь. Ох, ёб твою мать. А ты удачно зашел. Тут косяк, видимо, этих хищных птиц проплыл. Птиц, рыб. Рыб, конечно. Ну, сейчас опять должен, наверное, проплыть, нет? Даже не знаю, как тут хуже видно, с фонарем или без него. Видимо, в один из этих контейнеров надо будет прятаться. Закрываясь крышкой внутри. Что-то очковое немножко такое чувство возникает здесь. И ничего не видно, и рыбы плавают опасные. Ага, руками, руками не лапать, понятно. Так, энергии недостаточно. Тау, вы слышите это? Кто-то там? Это Тау? Кто это? Это Ian Peterson от Дета. У меня есть команда, и мы около половины километра от Тау. Что? Как ты... Ты пришел в клеймер? Слушайте, мы проводим очень тяжелый момент с этим сектором. Турбуленска делает это тяжело, чтобы идти вперед. И природа, который ты получил, абсолютно ракет. Строй приходит и идёт. Инструменты показывают, что время довольно правильное сейчас. Ты должен идти вперед, как быстро можно. Стойте к свету. Криттеры должны оставить тебя alone. Хорошо, ты слышал, чувак. Мы идем, люди. Даллас, держите двери не закреплены. Мы войдем. Надо держаться рядом со светом, только из всего? Что-то сомнительно, не верю в что-то. Что всё может быть так просто. Хуя напряжение. Так. А, это включило свет. А я думал, это включит вот этот лифт. Значит, я ещё не дошёл. Блядь, прекрасная новость. Что-то я только не врубаюсь. А как туда пройти? Гараж. Это гараж. Там что-то, значит, запарковано. А эта хрена тень включилась. Как, сука, попасть в этот гараж? О! Тау. Тау единственная работа, да? А, я понял. Надо... Надо... Бляха, муха. Я на этом не поеду. Я должен... Я должен бежать за этим. Потому что он светит. И отпугивает рыб. Ты чё, говно? Чё-то я на очко присел, когда он заморгал. Моим-то фонариком, я так подозреваю, я рыб не отпугну уже, да? Течением-то сносит. Вот не могли поставить какой-нибудь нормальный транспорт, чтобы сел. За проезд передал. И доехал. Твою мать. Ну что ж. Мой плавучий фонарь был съеден. Это обалденно. Сука, у меня такой вопрос. А я-то где? Куда... Мне куда идти-то? Да, давай чё-то вообще не понимаю. Мне налево или направо? Ха-ха-ха, бля. О, там вроде чё-то светится. О, нормалец. Вот, сука, твою мать, смотри-ка. Она была прям за моей задницей. Пауки. Подводные пауки. Чё такое бывает, что ли? Туда я не пойду, потому что там темно, как в жопе. Интересно, и кто накидал этих светящихся палочек здесь повсюду? Кто этот добрый самаритянин, который был здесь до меня? И что он здесь сделал? Ну, назад-то дороги нету, потому что назад я без этого робота уже не пройду. Так, и тут надо, походу, спринтовать вон туда, к фонарям. Сука, я даже не знаю, с фонарем, без фонаря, а как лучше-то? Наверное, без. Без. Ох ты, блядь, ёб твою мать. Вот наебалово. Грязная шлюха. И чё делать? Подожду, пока проплывёт. Видимо. Хуё, хуё угадал, как ни странно. А, здесь специально можно круг было сделать. Разумно. Но факт с фактом, я же не знаю, куда по-прежнему идти там надо. Я думал, что на свет. Хрен угадал. Вдоль шланга пойду, хорошо. О. Отлично. Нашёл какие-то, блядь, палочки. Ничего вообще не вижу. Чё происходит? Куда, блядь? Где следующая? Вон она. Хм. Ну это чё-то уже конкретная борода какая-то началась. Какой-то хуй там слева ходит. Пошёл он в жопу. Срать я на него хотел. Тут пострашнее, бля, рыбы водятся. Тебя в жопу. Оставьте меня в покое. Я очень долго сюда добирался. Это было очень сложно. О, я сделал это. Что это? А, я в домике, твою мать. Сука, ничего тут такая пробка, как в бомбоубежище. Может, это оно и есть? Подводное бомбоубежище? Герой смело заперся внутри, ещё не зная, что его тут ждёт. Может, тут уже засилье этих НИУ-роботов. Ай, здравствуй, Лак. Я снова слышу что-то. В игру вернулся звук. Я не могу больше быть внутри. Давайте найдём арк. Как же приятно быть внутри. Рано радуешься, чувак. Очень рано. Это опять склад скафандров, да? Трикотч её. Продолжение следует... Разводняк какой-то. Мы не забыли, чтобы вы не забыли. Мы не забыли, чтобы вы не забыли. Мы не забыли. До свидания. Работает Тао. Костюм номер три. Дэй, Есида. Или Куцси. Куцси. Четыре субъект НИУ забрал костюм, что ли. Или хер, узнает, что здесь написано. О, это вообще непонятно, что. Дай-ка эту херню не открыть. Но кто-то забрал костюм и ушёл отсюда в нём. Это, видимо, единственное, что надо... Надо... Было понять. Судя по всему, костюм забрал НИУ. Кто-то управляемый НИУ. Какое нахер давление? Так, что это у нас тут за борода? Это не открыть. Ничего не сделать. Комп не работает. Это что такое? Карта. Как пройти? Значит, по прямой закрыта. Сейчас, значит, направо. Там два отсека. Право-лево. Лево-право. Не знаю, на какой хрен это надо. Видимо, надо. Что будет, если я открою не ту дверь? Всё в лампочках, всё в лампочках. Полный хай-тек. Ни хера себе дверь. Какую нахер эту дверь? Ха-ха-ха-ха. Офигеть. Ты ещё что за хуйня? С кровоосос, блядь, из сталкера точно. С щупальцами. Ёб твою мать. А чё надо было делать-то? Итак, смотрю, пространство всё теснее и теснее. Блядь, главный герой уже даже бегать не может нормально. До свидания, тупой ублюдок. Да закрой нахуй эту дверь, блядь. Да ёб твою мать. Что за пидорас вам дал возможность дверь открывать? Я его мамку делал. Блядь, я съёпся от него, походу, всё-таки. Понятно. Тут нужна скорость передвижения. Чек-поинт. Да, бич. Столовка, походу. А, это то, что называется кают-компания. Что он сказал, я должен это остановить? Надо его. Кого остановить-то? Комната для погружений. Инфармари. Ванная. Ты пошёл ты нахуй. Это глюк. Это вообще непонятно что. Кто-то говорит с главным героем. Возможно, нью. Диспатч. Ну, давай в диспатч зайдём, не знаю. Чё тут в диспатче? Комп. Так, диспатч, диспатч. Статус фи. Передача журнала. Да. Всё как всегда. Ну, учитывая, что мне кажется, что это уже последний уровень в этой игре, видимо, сейчас должны уже совсем какие-то сакральные тайны попадаться в этих компьютерах. Надо было звук модема вставить. Было бы угарней. А нахрен мне тета? А нахрен мне лямбда, дельта? Я там был и везде. Мне фи надо, наверное. Или в Лиссабон позвонить. Не, нереально. Так, пока оставим эту херню. Журнал связи. Омикрон, Хаббер, Омикрон, Фи-цикл, Циолковский. О, на Циолковский звонили. Ну ты посарей. Омикрон, Омикрон. Это один-единственный входящий вызов. А, два входящих вызова. Блядь, не знаю, вообще нахуй мне это надо. Давайте на Омикрон позвоню. Я думаю, они бы сразу ответили, если было кому отвечать. О. О, понятно, кода нету. Так, я отсюда пришел, да, или отсюда? Закрыть бы что-нибудь нахер, навечно. Омикрон, Статус Фи. Площадка запуска ОК, Центр управления ОК, Сборка ОК, все ОК. Тоннели доступа нестабильны. Катронный пункт Омега. Космическая пушка Омега. Гибкий ствол, груз 10 тонн, скорость 42 км в час. 42 тысячи км в час максимально. Так, меня заебало это слушать. Хорошо, пока ни хера не ясно. Так, ладно, пойдем. О, а это что такое? После столкновения, 12 января, небольшие структурные повреждения. Не работает радио. 17 января. Что это было? Связь восстановлена на Омикроне и остальном Патосе-2, все живые. 3 апреля отказывается связь между станциями. 11 проходили инженер. Отдан приказ об эвакуации Тау. Мы все отправимся на Омикрон. Нас ожидают монстры. Радио не работает. Нам кранты. 15 сентября. Нас ожидают монстры. Нас ждут из темноты. Work area. Work area это долбанный закрыть нахер. Я так думаю. Что-то я на него подозрительно кашусь. Выход. Вот так вот чпок, блядь, и все. Попробую, сучара, войди теперь. Мразота. Так, dive room. Погружение. Но это последнее, куда надо идти, я так думаю. Иди нахуй от меня, ёптвою мать. Долбоёб. Придурок, блядь. Storage. Ну, в storage же понятно, что вообще никогда ни разу в этой игре ничего тут не было. Это нахрен вообще ненужная комната. Йохан Росс закрыто. А Йохан Росс, это, насколько я помню, тот, которого подняли. На станцию. Что-то мне пиздит, что там ничего нет. Туалет мне. Рыба кого-то сожрала. А там кого-то вообще, вон, оплодотворяют. Дай-ка мне вот эту хуйню. Кого-то ебут. Ладно, понятно. Что за комната? Один момент. Надо эту порнографию перекрыть. Это была комната, я так понимаю, вот эта. Каюта Б. Кутси, Антье. Йохан Росс закрыт. Складское помещение. Каюта Оклер Вик. Каюта Глассер Стив. Посмотрим на две каюты этих двух господ. Может, у них там ситуация получше хоть? Да, получше. Он просто сдох. Мы не можем сделать что-то для него? Нет. Мы не можем сделать седатив. Если у нас была шкафа, то это будет время, чтобы сходить. Это будет время, чтобы сходить. Я не ожидал, чтобы сходить вот так. Вы должны уходить в Клайвер обратно к Амикрону. Без Арк? Уберите об Арк. Нет, ты не можешь сказать. Это единственное, что осталось. Ты знаешь, что это? Да, да. Продолжение, что ты не оставишься. Мы все живы один день. А потом что? Ну, лучше держать его безопасно до того, чтобы... Так, где ковчег-то, ёптарин? Я извиняюсь, Кэтрин. О, тут еще и Кэтрин была. Вот шлюха. Все нормально, Иэн. Так, все, впизду. Пока никаких следов кода от двери в каюту этого типа. Че так мертвых много. Буквально все померли. Что мы делали? Эй, пытайся не подумать о это. Моя целая жизнь. Я был хороший человек. Умирая на дне океана, ему захотелось стать космонавтом. Опять какой-то робот парится. А это его шоколадный сын. Алексей. Ну, я смотрю на эту фотку черномазового мальчика и, блядь, прям сразу чувствуется, что... Алексей. Типичный Алексей. Алекс. Алекс, Алеша. Так, вы вошли как Джаспер Хилл. Тета, все прошло хорошо. Весь персонал просканирован и загружен в ковчег. Мы садимся на шаттл до станции Микрон и отбываем как можно скорее. Омикрон. Эймс и ее команда радушно нас приветствовали. Сканирование прошло хорошо. Теперь у нас большая часть, большая часть команды. На станции Тау мы нашли пятерых выживших. Они сидели там несколько месяцев без радиосвязи и нормальной еды. И нам удалось просканировать их всех. Хоть мне и кажется, что их прибытие вызовет в ковчеге некоторые трения. Ведь они считают, что Микрон их бросил. Будем надеяться, что они смогут простить друг друга. Фи. Все пошло к чертям. Мы не смогли организовать запуск. Возвращаемся на Тау, чтобы разобраться. Печалька. Так, чувачок, разреши-ка. О, это же наша Кейтрин. Это же наша тетя Мотя. Хотя он ее Сарой назвал почему-то. Короче, они не смогли улететь. Предсказуемо, в общем-то. Учитывая, что мертвых так много. Эти две тоже закрываем. Кейдрини-фени. Я как бы помечаю, что там ничего нет. Ну и чтобы никто не напал оттуда. Естественно, тоже. Ванная. Ну и нахрен она мне нужна. Ванная ваша. Может быть, здесь где-нибудь код начертали. В параше нету. У них еще и унитаз сломался, не открывался. Они не могли присесть. Стеклянная стенка это. Стеклянная стенка это мощно. Блядь, почему он держит так далеко этот огнетушитель гребаный? Понятно, в душе, короче, тоже ничего нет. Вообще нихера. Инфермеры. О-о-о. Тут что-то мощное прям. О-о-о. Да ладно. Эш Кейд. Она живая. Можно ее сразу убить нахрен. Не смейте мне. Да, хозяюшка хата, то у тебя зафоршмачено. Так. А вот и ковчег, видимо. У меня сутка. У меня был один, только как он. Жалко, некуда подключить этот прибор, чтобы Кейт на себя посмотрела. А, нет, это Сара всего лишь Линдволл. Я ее путаю с Кейт. У них они похожи. Там все мертвы. Тихо, сейчас бабуся перенервничает. Девушки отдыхают. У меня нет ничего остального, так как патхоз. И я... 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 Ты... Я... 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 Скажи правду. Я не хочу такой силы, чтобы выговорить. И я, вероятно, не имею время, чтобы ждать следующего сентяна, который подходит здесь. Пожалуйста, возьми. Спасибо. Можешь ли я тебе что-то? Можешь ли я? Так и подумал. Если я знал, что ты пришел, я бы убирал это место немного. Ты серьезно об меня убивать тебя? Нет. Я люблю сидеть здесь, пока я дышу. Пока сама не засохну. Симон. Это... День 312-й, Ковчег. Они год назад пытались эвакуироваться, что ли? Я счастлива, что ты пришел. Хорошо, чтобы... Можешь ли мы сделать что-то, чтобы оставить тебя живым? Почему? Ты последний человек. Я просто... Я считаю это... несправедливо для нашей всей истории, чтобы это не бороться. Конечно, у нас есть Арк, но ты настоящий. Спасибо. Это, наверное, самый лучший комплимент, который я получил. Но правда в том, что Арк – это все, что мы имеем. Мы должны принимать вторую лучшую. Ты знаешь? Это чувствует, правильно? Симон. Я хочу... уметь. А чё ж ты сама себя не убила? Просто... думай об этом. Я... не помню, что я последний мир. А издалека я прочитал «Жизниёб». Ххе. Не-а-а-а. Слышишь? Слышишь, с вами, пожалуйста? Не дай мимо сейчас. Пожалуйста, просто дай мимо. Я как бы международной человеком на Земле, это так грустно. Жизнь. Я уже не должен превратиться в 30-х. Ура! В Гренландии? Да там же холод собачий. Вроде как. Она на карте даже снежная, если я не потаю. Это было очень круто, после того, как у меня не было. Вы знаете, я люблю это так. Я любила Павелс. Я любила мои коллеги. Ант, Ник, Джаспер, даже Каппин. Люди думали, что она странная, потому что она спокойная. Но она была круто. Саймон, ты еще там? Спасибо, господин. Не дайте им умереть, хорошо? Позвольте их туда. Вроде всех сказали, отсканировали. Ну что ж, вот, видимо, и все. Ну, на этой трагической ноте, трагичной, серия заканчивается. Что-нибудь жмите, что-нибудь пишите. Продолжение следует. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова